Праздник 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 Бог проводил все эти тысячелетия, подведя к пришествию Христа, которую мы сегодня празднуем. У Бога был план, и об этом плане мы сегодня немножко поговорим. Всему есть причина. И самая большая причина Рождества, друзья, как уже Максим заметил, это, конечно же, мир с Богом, это, конечно же, надежда, это, конечно же, радость, которую Даг Берли в прошлый раз говорил. Но сегодня мы зажигаем свечу любви. Я думаю, что слово «любовь», оно очень радостно и приятно нам, не правда ли? Каждый человек мечтает о любви. Каждый человек хочет встретить большую любовь в своей жизни. Каждый человек мечтает, чтобы к нему проявляли внимание. Каждый человек мечтает в том, чтобы его любили не за то, что он сделал, а только потому, что он есть. Каждый человек мечтает быть прощенным, если он натворил какие-то ошибки, плохие вещи сделал. Если ребенок растет без любви, и этому есть научное доказательство. В каких-то домах малюток или в домах сирот, это вырастают люди, если им не проявляют любовь, не разговаривают с ним, не дают им внимания, они вырастают обделенными, и постоянно они чувствуют, что-то им не додали, не было достаточно любви. И поэтому Библия столько много говорит о любви. И сегодня, говоря о любви, я назвал свою проповедь «явленная любовь». «Явленная любовь». Бог не раз говорил в Своем Слове, что Он любит свой народ, что Он любит человечество, Он любит каждого человека, которого Он создал. Но как эта любовь была показана на деле? Конечно же, есть общая любовь, когда Бог говорит о том, что солнце встает над злыми людьми и над добрыми людьми, о том, что пищу получают люди, которые ищут праведности, которые отвергают Бога. Бог проявляет свою любовь к человечеству, скажем, в общем, когда посылает дождь, когда посылает урожай, когда есть свежий воздух, когда у нас есть жизнь. Все это проявляет свою любовь к нам, каждому человеку незаслуженно, независимо от того, кто ищет, человек Бога или нет. Но есть особенное проявление любви в том, что Христос пришел на эту землю. Бог сказал очень громко и очень явно «Я люблю вас, и поэтому я посылаю своего сына». Иоанн пишет это в 3 главе, в 16 стихе. «Ибо так возлюбил мир, Бог мир, что отдал своего единородного сына, чтобы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал сына». Вот оно явное проявление любви Бога каждому человеку. Если ты сегодня думаешь о том, что что-то или кто-то не додал тебе любви, или, может быть, ты чем-то обделен в своей жизни, подумай о Боге, который полюбил тебя лично и ради тебя лично послал мир Христа. Только потому, что Он любит тебя, и цена твоей души очень дорога Ему. Он не просто послал мир Христа, но Христос впоследствии умер. Основной текст, который мы сегодня посмотрим, это 1 Иоанна, 4 глава. Несколько стихов. Если вы следите со мной в Библии, откройте 9-10 стих. Первое послание Иоанна, 4 глава, 9-10 стих. Первое, на что мы посмотрим, о том, что любовь Христова явлена, физически явлена в том, что Бог послал Христа. Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего, опять повторяет Иоанн, в умилостивление за грехи наши. Писание говорит о том, что любовь получила физическое облачение. Он ходил среди нас, Он лежал в яслях, Он ходил под землей, помогая и исцеляя людей. Он ходил, поддерживая и утешая тех, которые плакали. Он исцелял тех, которые болели. Он воскрешал тех, которые умерли. Он висел на кресте физически. Явлена была Бога любовь к нам физически. Это началось еще намного раньше. Идея того, что Бог проявит какую-то особенную любовь, какое-то будет особенное событие, началась задолго, задолго до рождения Христа. Люди, читающие Библию, знают о том, что было огромное количество пророчеств о приходе Христа на эту землю. Одно из ярких мы читаем в Исаии, когда он говорит о том, что дева, девушка родит вам сына. И он будет, думаю, на английском, prince of peace. Это, да, он князь мира. Он тот отец вечности. Тот, который даст нам особенное что-то в нашей жизни. Это не просто родится ребенок. Это не просто тот, который родится от девушки. Но он принесет особенное что-то в жизнь каждого человека. И вот это ожидание Мессии, если вы немножко читали культуру еврейского народа, оно было всегда. Они до сих пор ожидают Мессию. Мессия тот, который принесет освобождение. Мессия тот, который принесет особенное состояние в народ. Наконец-то народ начнет процветать. Оно было всегда и до сих пор остается у еврейского народа. Ожидание того, что будет особенное событие записано в пророчествах. Было в культуре еврейского народа. И был особенный Божий план, о котором говорит апостол Павел в Галатам 4 главе. Но когда пришла полнота времени, Бог послал сына своего единородного, который родился от жены и подчинился закону. У Бога был особенный план. По-нашему, может быть, не всегда понятный, почему так долго нужно было ждать. Но пришла полнота времени. Пришло то время, когда Бог послал своего сына, Иисуса Христа, на эту землю. И мы празднуем это. В том, что Он это сделал по одной причине. Потому что Он любит человека. Он любит тебя лично. Он любит тебя настолько, что Христос умолился до образа младенца. Бог, который сотворил весь этот мир, Он лежал на твердом сене. Он лежал на соломе, которую кушали животные. Недавно был беби-шаур для моей племянницы. И те подарки, которые дарили, ту одежду, которую дарили для будущего младенца, она была удивительно мягкая. Я так понимаю, сейчас очень много производства делается. Вот, я не знаю, как этот материал называется. Но он настолько мягкий, что просто ты думаешь, вот ты бы носил и носил. Но взрослым не дают. Только детям такую выдают. Поэтому я думаю о том, что мы вот, заботясь о младенцах, стараемся что-то самое мягкое, самое удобное, самое приятное для их нежной кожи подобрать. Но Христос всего это не имел. Только ради того, чтобы, потому что любит тебя и меня. Когда мы говорим о том, что любовь была явленная для нас, для каждого человека на этой земле, нужно понимать одну вещь. О том, что Бог полюбил не потому, что мы этого заслужили. Бог полюбил не потому, что я что-то сделал такое удивительное, и Бог посмотрел, и ради меня, о, ты это сделал, и я ради тебя посылаю в мир Христа. Нет. Писание говорит, не мы возлюбили, мы уже читали об этом, любовь Божия в том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас. Когда мы говорим о том, что мы любим Бога, и даже мы христиане, это относительная любовь, друзья. Если мы переоценим свою жизнь, Писание говорит о том, что любовь в том, что мы исполняем заповеди Божьи. Постоянно ли в нашей жизни есть исполнение заповедей Божьих? К сожалению, нет. И поэтому наша любовь довольно относительная. Она, Божья любовь, и поэтому Божья любовь не зависит от нашей любви. Писание говорит о том, что мы не просто не любим Бога, мы восстали против Него. Мы восстали против Него, и это очень сильное слово, друзья. Многим людям оно не нравится сегодня. В том, что мы не просто что-то плохое делаем, в том, что мы, может быть, не до конца исполняем Божьи заповеди. Нет. Мы стали противниками Бога. В лице Адама и Евы мы согрешили. Все человечество восстало против Божьих принципов, восстало против Божьего установления. Мы сказали, что мы хотим решать, как нам жить, как нам поступать, какие принципы жизни выбирать. Мы хотим быть Богом. Мы хотим определять направление жизни. Писание говорит, любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу Свою. Он не просто пришел на этот мир, не просто умолился до образа младенца, но Он отдал душу Свою, Он отдал жизнь Свою. И поэтому мы понимаем, что в рождении Христа любовь была явлена практически. Друзья, это очень сильный момент, который мы можем увидеть в отношении Бога к нам. Бог не просто говорит, я люблю тебя, я люблю тебя, я люблю тебя. Она была выражена практически в образе младенца, лежащего в хлеву, в образе Христа, который умолился, была выражена практически. И, конечно же, любовь эта имела цель. Это не просто я люблю, и вот я проявляю к тебе любовь. Бог говорит, у меня была цель. Это примирить человечество со своим Отцом. У Христа была цель примирить каждого человека со своим Отцом. Почему? Потому что в процессе согрешения, мы ставшие против Бога, у нас получилась огромная пропасть между нами. Огромная пропасть, потому что грех, он не может присутствовать в присутствии Бога, он не может существовать в присутствии Бога. Бог ненавидит грех, он свят, и эта святость, она не позволяет ему терпеть грех. Бог настолько свят, что грех не может находиться вокруг него. И поэтому мы понимаем о том, что случилась проблема. Человек, с так же шив, он не мог в присутствии Бога находиться. И поэтому Адам был изгнан из Едемского сада, где обитал Бог, куда приходил Бог так же. говоря о том, что Бога была цель, это примирить нас с Отцом, мы понимаем так же, что человек ничего не может сделать для того, чтобы примириться с Богом. Да, человек делает очень многие вещи. Человек делает добрые дела, помогает страждущим, кормит голодных, одевает тех, которых нет одежды, принимает беженцев, которые бегут от войны или от каких-то других впоследствии. Но самое большое, что мы понимаем, что мы не можем достичь своими делами Бога. Мы не можем примириться с Богом своими делами. Поэтому пришел Христос. И поэтому Христос пришел, чтобы тебя и меня примирить с Отцом. Для того, чтобы разорвать эту завесу, которая сковывала нас, которая была между нами и Богом. Для того, чтобы стать тем мостом, по которому мы можем соединиться с Богом. И благодаря вере мы имеем примирение с Отцом. Второй момент, на котором я говорил, о том, о котором я хочу посмотреть, о том, что Бог не просто примирил нас с Отцом, не просто явил нам Христа, но Он призывает эту любовь давать другим. Он, дав мне и тебе, показав свою любовь, Он говорит, а теперь вы любите друг друга. А теперь вы проявляете эту любовь друг к другу. Есть правильное основание, почему я должен любить другого человека. Конечно, мы можем говорить о разных причинах. О том, что мы должны уважительно относиться друг к другу. О том, что мы все люди, human beings, мы все должны уважать друг друга. Мы очень разные. И поэтому мы должны любить друг друга. И сегодня в нашем обществе очень много говорится о любви, о терпении, о терпимости, о политкорректности, о том, чтобы вот главная это любовь. И люди извращают эту идею. И, к сожалению, в нашем обществе она довольно прогрессивна. Но Писание говорит о том, что есть правильное основание, почему я должен любить другого человека. Возлюбленные, пишет Иоанн, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Вот оно, библейское основание, почему я должен любить ближнего своего. Вот оно, библейское основание, почему я должен прощать ближнего своего. Почему я должен принять его. Хотя мы, может, имеем разные взгляды на жизнь. И выросли в разных семьях, в разных культурах, разговариваем на разных языках, переехали с разных стран, имеем разные политические взгляды. Но во Христе мы все объединены. И поэтому Писание говорит, если нас так возлюбил Бог, вот оно основание, друзья. Если тебе, мне трудно любить кого-то, трудно принять кого-то, единственный способ, как это можно решить, это подумать, как нас возлюбил Бог. Как Он принял нас, как Он любит нас, терпит нас, заботится о нас. Поэтому Иоанн говорит, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. У нас нет выбора, друзья. У нас нет выбора, как только любить друг друга. У нас нет выбора, почему? Потому что нас возлюбил Бог. Вот таких несовершенных, вот таких отпавших, вот таких неправильных, вот таких людей, которые восстали против Него, но нас возлюбил Бог. И поэтому, говоря о любви, друзья, мы не просто говорим о каких-то действиях. Сказал доброе слово, сделал доброе дело. Мы говорим о состоянии сердца. О состоянии сердца не возможно скрыть. Возлюбленные, пишет Иоанн, продолжая, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога. И всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Видите ли вы здесь глубину сердца о том, что это невозможно скрыть? Если ты любишь Бога, то ты будешь и проявлять любовь к ближнему своему. А если Писание говорит, кто не любит другого, ближнего своего, тот и не познал Бога. Почему? Потому что Бог есть любовь. Если мы имеем любовь Божью в сердце, и если мы сегодня, говоря о теме любви, понимаем, как Бог полюбил нас, понимаем, что Он послал в мир Христа только потому, что Он полюбил нас, что Он умолился, что Он был готов, что Он был готов служить, умывать ноги людям, людям, которые потом восстали против Него, распяли потом Его, но в свое время восстали против Него, мы понимаем о том, что Бог дает нам вот это повеление, любите друг друга. И поэтому Он говорит, всякий любящий рожден Бога и знает Бога. И поэтому Он любит ближнего своего. Друзья, очень простой, я бы сказал, способ определения, насколько я люблю Бога, практически увидеть, насколько я люблю ближнего своего. И это вызов для всех нас. Если даже я сегодня, думаю о том, что я люблю всех людей, то я должен посмотреть мою каждодневную жизнь. Любовь выражается практически. Любовь выражается практически, как тогда у Христа, она выразилась практически в том, что Бог послал мир Сына Своего, отдал мир Своего Сына Единородного. Точно так же в моей жизни. Как эта любовь выражается практически. Моим словом, моим добрым делом. Моим добрым делом. И нужно понимать о том, что любовь, она имеет практическое выражение. Друзья, когда наша семья проходила, и проходит до сих пор, период траура по нашим родителям, мы были невероятно благословлены теми словами, теми подарками, тем вниманием, я бы сказал, которое проявляется и в нашей церкви, и от наших друзей, со всего конца мира. Словом, просто делом люди проявляли в том, что они сопереживают нам. Друзья, когда о трагедиях в нашей жизни, я хочу сказать о том, что оно затрагивает не только тех людей, которые проходят эту трагедию, но оно затрагивает абсолютно всех. Насколько наше сердце мягко, насколько наше сердце готово позаботиться и сопереживать, насколько наше сердце готово что-то отдать, для того, чтобы поддержать другого человека. И поэтому где-то в песне есть, что наша грусть и радость тесно сплетены, что-то такое похожее выражение. И действительно, в этот рождественский сезон наша семья, как никто другая, ощутила вот эту грусть и радость в одном периоде, в одном сезоне. И надежда, и печаль. Это удивительно, как Бог дает нам возможность это все проходить. И поэтому нужно помнить о том, что любовь, настоящая любовь, друзья, она не имеет условий. Точно так же, как я хочу возвратиться к Богу, к тому, что Он полюбил без условий. Мы часто, люди, мы можем говорить, вот если вот будет ко мне там человек вот так вот относиться, хорошо, то и я буду его любить. Послушайте, что говорит Иоанн в 13 главе. Новую заповедь вам даю. Любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы любите друг друга. Потому узнать, что вы мои ученики, если будете иметь любовь друг к другу. Друзья, очень простой тест. Очень простой тест к нас, как христиан, нас, как учеников Христа, как последователей Господа нашего. Люблю я ли ближнего своего? Мы говорили о том, что Христос проявил любовь тем, что Он послал в мир Своего Сына Единородного. Второй момент, который мы говорили о том, что Господь хочет, чтобы мы эту любовь теперь проявляли другим. И это нормальная реакция на любовь Бога, который открылся нам в Вифлееме. И третий момент, который я хотел сегодня посмотреть, о том, что как мы можем теперь эту любовь отражать в своей жизни. Как мы можем переживать ее, проходить, использовать ее в своей жизни. Как мы можем дарить эту любовь другим. Первое, что я хотел сделать, мне понравилась такая фраза, я услышал в одной проповеди, «Наслаждайтесь любовью Божией». Наслаждайтесь, друзья, любовью Божией. В нашей жизни мы очень многими вещами наслаждаемся. Кто-то любит поспать, кто-то любит покушать, кто-то отдыхает, кто-то ходит в горы хайкин, он наслаждается этим. Кто-то сидит с удочкой возле речки или возле озера, и он таким образом наслаждается. И это прекрасно, это Бог сотворил это наслаждение как часть нашей жизни. Кто-то наслаждается временем с женой, с мужем, с детьми. И очень многие вещи приносят нам наслаждение. Друзья, оценивая вот эту Божью любовь, просто радуйтесь тому, что она есть у нас. Наслаждайтесь ею. Поймите ценность его, ценность Божьей любви. Писание говорит о том, что это самая большая драгоценность для нас. Почему наслаждаться? Потому что ты, дорогой друг, не можешь сделать меньше или не можешь сделать больше, чтобы Бог любил тебя. Ничего не можешь сделать, больше или меньше. Ты не сможешь быть настолько праведным, ты не сможешь быть настолько святым, что Бог посмотрит на тебя и скажет, «О, теперь я тебя могу любить». А до этого не мог любить. И точно так же ты не можешь согрешить настолько сильно, чтобы Бог перестал тебя любить. И в этом удивительность Божьей любви. В том, что она безусловна. В том, что она дается просто так. Потому что я существую. Поэтому наслаждайтесь этим, друзья. Второе пожелание. Прославляйте Бога за Его любовь. Прославьте Бога. Когда мы говорим о прославлении, в первую очередь это состояние нашего сердца. Радуюсь ли, восхищает ли меня Божья любовь в моей жизни. Осознайте, друзья, о том, что Бог ради тебя, ради меня, ради каждого человека послал в мир Христа. И когда я читаю, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий, верующий в Него, вместо всяких поставьте свое имя». Что Он создал, Он отдал Своего Сына, чтобы я, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. В этом удивительная любовь, друзья. Удивительная любовь. И поэтому осознание этой любви рождает в нас прославление, рождает в нас поклонение. И поэтому мы такое большое время уделяем нашему богослужению и хвале. Мы не просто поем, друзья, и я не перестану об этом говорить в нашей церкви. Мы не просто поем песенки, мы не просто поем общим пением. Друзья, это важная часть нашего состояния сердца. Когда в наших молитвах, когда в наших словах, в нашем пении мы восхищаемся Богом и говорим о том, насколько Он дивен, насколько Он любящий, насколько Он важен для нас. И поэтому осознание Божьей любви рождает в нас прославление. Кто-то сказал о том, что прославление – это реакция на откровение. Это, может, немножко такая богословская фраза. Что такое откровение? Откровение – это та Божья истина, которая явлена в Писании. И чем глубже мы знаем и понимаем вот эту истину, которая открылась нам в Писании, тем больше и глубже наше поклонение. Я смотрел на Бога, который настолько полюбил меня. Это вызывает во мне восхищение Богом. И я выражаю Его в хвале. Я говорю, славлю Тебя. Я извиняюсь. Прославляю Тебя. Поклоняюсь Тебя. Величаю Тебя, Господь мой. Друзья, я хочу, чтобы именно такие молитвы звучали в нашей церкви. Чтобы именно такие песни звучали, которые направлены на хвалу Господу нашему, которые направлены на поклонение Ему святому имени. И глубина поклонения зависит от глубины познания. Чем глубже я познаю Господа, чем больше я знаю, смотрю на Его, ну, например, верность. Если смотря на Божью верность, это меня не восхищает, то я, скорее всего, о Божьей верности очень мало знаю. Понимая о том, что Бог верен, даже когда я не верен, понимая, что Бог верен не потому, что я что-то сделал или не сделал, оно приводит меня к осознанию хвалы и поклонению Богу. Господи, я славлю Тебя о том, что Ты верен, даже когда я не верен. Эта мысль, друзья, познание Бога, познание Его истины, оно врождает в нас действительно глубокое поклонение. Следующее пожелание, друзья, несите любовь эту к другим людям. Если вы получили эту любовь, несите любовь эту к другим людям. Сегодня, друзья, мы живем в удивительном мире. С одной стороны, развитие технологий, развитие транспорта, развитие финансов, развитие возможностей зарабатывать, развитие разных-разных моментов технологических, технологических, оно восхищает, и нам удобнее жить, удобнее путешествовать, нам удобнее зарабатывать. Но с другой стороны, друзья, сегодня, как никогда, весь мир наполнен страхом, весь мир наполнен неопределенностью, весь мир наполнен тем, что ожиданием, что дальше, что дальше. Финансовые кризисы, политические кризисы, они всех людей расстраивают, и что, как жить дальше. Друзья, люди ищут любви, но, к сожалению, они находят замену или подмену любви, ненастоящую любовь. Подростки, ища любви у родителей, они находят только интимные отношения с другими подростками. Почему? Потому что они не получают достаточно любви. Девушка, которая ищет любви отца, и когда ей кто-то дает любовь, ну, не находит, и когда ей дает любовь другой мужчина, она соглашается на эту любовь. Почему? Потому что она ищет совершенно другого, но она не находит настоящей любви. Когда распадается семья, и люди ищут настоящей любви друг с другом, и они не могут дать ее, потому что нет любви в сердце, тогда люди пытаются заменять какими-то другими вещами. Они находят в себе отношения вне брака, они бросаются в зависимости, люди ищут, как решить проблему любви. Но настоящая любовь у Господа. Любите сами, друзья. Любите вы сами, и это будет самым большим проявлением любви Бога на этой земле. Кто-то сказал в отношении родителей о том, что самое большое, что вы можете сделать для своих детей, это любить друг друга. Папа, люби маму, и мама, люби папу. Это самое большое, что вы можете делать для своей семьи. Самое большее, что вы можете делать для своей семьи. Простите, друзья. Отпустите. Возможно, какие-то обиды, какие-то недомолвки уже висят годами. И это мучает вас. В этот период Рождества, когда вокруг все красиво, сделайте свое сердце красивым также. Отпустите тех людей, которые, возможно, вам причинили боль. Отпустите и простите тех людей, которые в свое время, может быть, даже и не понимая, а может быть и понимая, но имея причины для этого, они сделали больно вам. Простите. Несите эту любовь другим. людям. Еще одно пожелание, друзья. Подумайте о том, как проявить любовь к тому, которого вы еще не проявляли. Конечно, это нормально проявить любовь свою к семье, к своему мужу, жене, к детям, возможно, к ближайшим родственникам. Но подумайте о том, что просто помолитесь, Господь, а как я могу проявить любовь к тем, которые, может быть, никогда от меня не получали любви? Может быть, беженцы, которые приехали совсем недавно. Может быть, соседи, которые я только вот киваю головой и дальше пошел в дом свой. Как я могу проявить любовь к тем людям, которые еще, которым я еще не проявлял? Нужно понять, друзья, о том, что когда мир находится в страхе сегодня, любовь намного сильнее страха. Вы можете заставить человека изменить поведение страхом, но сердце меняется любовью. Родители, которые воспитывают своих детей, я думаю, что вы можете подтвердить это. О том, что ты с ремнем или с каким-то наказанием можешь заставить ребенка что-то делать, но чтобы он делал это из любви, нужны совершенно другие методы. И поэтому Христос, и поэтому Бог послал в мир Христа как проявление любви. Почему? Потому что в любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх. Страх всегда связан с наказанием, и кто живет в страхе, тот еще не достиг совершенства в любви, говорит Иоанн в 4 главе. Он показывает, что любовь намного сильнее страха. Конечно же, Бог мог запугать человечество. Конечно же, Бог мог уничтожить даже человечество. И Он имел на это полное право. Но Бог решил использовать удивительные свойства. Это любовь. Послав в мир Христа, позволив Ему распять, позволив Ему быть распятым, послав в мир Христа, потому что любит тебя и меня. Любовь меняет человека, его семью, его будущее. Настоящая любовь, она меняет сердце и даже внешность человека. Друзья, когда человек, который был в зависимостях, он находит Христа и понимает его любовь, его внешность меняется, его внутренность меняется, его отношения меняются. Поэтому несите любовь другим людям, друзья. И в этот рождественский период поздравляя вас с Рождеством, я хочу сказать о том, что очень важно понимать любовь Христа, а также нести любовь дальше. И самое последнее мое обращение к тем людям, которые, возможно, не могут сказать, что вы любите Бога. Мое предложение сегодня к вам – это примите Божью любовь. Примите Божью любовь. Лично для вас. Он не просто все человечество полюбил, он полюбил лично вас. И это прекрасная новость. Это прекрасная новость. Мы называемся церковью Благой Вести, Доброй Вести. Но Добрая Весть начинается с Плохой Вести. О том, что без Бога мы потеряны. Без Бога мы не имеем возможности быть прощенными. Без Христа у нас нет возможности быть прощенным Богом. Добрая Весть в том, что Бог любит тебя, лично тебя. И в этот рождественский период Он напоминает еще раз о том, что Бог послал в мир Христа ради тебя, чтобы примирить тебя и Отца. И поэтому помните о том, что Христос родился для тебя лично. Мы сейчас будем петь «Тихую ночь» все вместе. Музыканты, пожалуйста, пройдите, ашеры, раздайте свечи. Друзья, когда вы будете держать эту свечу, она будет не физически, она будет не... огонь не физически, она будет на батареечке, для того, чтобы вам удобнее было. Когда вы будете держать эту свечу, подумайте, что эта свеча значит для вас. Возможно, этот огонь будет напоминать о том, что Бог любит тебя независимо, кто ты, что ты сделал или что ты не сделал. Возможно, держая эту свечу, Бог напоминает будет тебе о том, что когда-то ради тебя пришел в мир Христос. Христос, который лежал там в этом хлеву, скорее всего, при свете свеч или каких-то факелов, потому что электричества не было точно. Пусть эта свеча напомнит именно об этом. И самое главное, друзья, помните о том, что Христос, Христос родился ради тебя. И Он ищет мира с тобою. Он ищет возможности возобновить взаимоотношения с тобою, если они потеряны. Возможно, в этот рождественский период, друзья, это период непростой для тебя. И ты проходишь непростой период жизни, потери близких, потери работы, финансовые кризисы, проблемы со здоровьем. Но Господь пришел для тебя, для того, чтобы, возможно, даже не решить тебе проблемы эти, но дать тебе надежду, дать возможность славить тебя, славить Его, дать возможность примириться с Ним. И поэтому сегодня, друзья, призыв прежде всего для тех, которые не могут сказать, что они Божье дитя. Вы не можете сказать, возможно, о том, что у вас есть мир с Богом. Да, возможно, вы не восстаете и не воюете против Бога, но состояние вашего сердца неправильное. Помолитесь Богу и скажите, Господь, прости меня, помоги мне примириться с Тобою, помоги мне найти вот этот мир, настоящий мир, о котором мы говорили. Спасибо тебе за ту любовь, которую проявил. Спасибо тебе за то, что ты со мною. И пусть этот свет Рождества горит в ваших сердцах и напоминает о том, что Бог любит вас. Давайте встанем для пения. Спасибо. 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 Спасибо.